Региональному центру молодежной политики и военно-патриотического воспитания исполнилось 10 лет. В ноябре 2007 года он впервые открыл двери для окружных ребят, а впоследствии стал местным притяжением тысячи молодых людей со всего региона. Поздравил сотрудников центра с юбилеем глава региона Александр Цибульский. Как смеясь говорит руководитель молодежного центра Даниил Исполинов, к ним не зарастает молодежная тропа. Несмотря на юный возраст, региональный центр стал общим домом для активных людей со всего округа. Самое главное, что абсолютно поменялся подход к работе. Если на заре, скажем так, когда создание молодежного центра, это был такой мероприятийный, то есть это просто перечень мероприятий, то сейчас появилась система, появилось направление. Мы перестали фактически работать в сфере развлекательной. То есть это отдаем уже на отпуск самим молодежным объединениям. Если хотят что-то сделать интересное, развлекательное, мы вам поможем. Но инициаторы, организаторы будете вы, мы лишь помогаем. В свою очередь для себя мы оставили следующую работу. То есть это семинары, тренинги, то есть больше обучающие, больше образовательные вещи такие. Ну и, собственно, очень серьезно стали работать именно над развитием условий для самореализации молодежи. Для самореализации молодежи в центре действительно созданы все условия. Работа ведется по нескольким направлениям. Это патриотическое воспитание, допризывная подготовка, молодежное предпринимательство, работа с молодыми семьями, детскими объединениями, органами самоуправления, а также развитие волонтерства и добровольчества, здорового образа жизни. В копилке самых ярких событий центра образовательный форум «Молодежь-83», «Энергия округа», «Бессмертный полк», фестиваль здорового образа жизни, слет добровольцев и многое другое. Такую высокопрофессиональную работу центра отметил глава региона Александр Цибульский. «Десять лет молодежному центру, ну, откровенно говоря, в подвале, да, это не, конечно, помещение требует отдельного внимания, но, с другой стороны, истинные таланты, они изрождаются в такой, знаете, не в комфорте. Но это не к тому, что мы не будем заниматься, значит, по подборам вам нового, хорошего помещения, а к тому, чтобы был какой-то оптимизм все это во взгляде на жизнь. Я хочу вам сказать спасибо большое за ваш талант, за ваше увлечение, за вашу увлеченность. В моем лице вы можете всегда рассчитывать на союзника любых ваших самых смелых инициатив». Союзников у молодежного центра много. Кстати, большинство из них показывают высокие результаты не только на окружном, но и всероссийском уровне. Например, в прошлом году жительница Наринмара Анастасия Боярская была признана лучшим добровольцем страны. Поймала бронзовую чайку 2016 на всероссийском конкурсе среди молодых специалистов сотрудник Росприроднадзора НАУ Людмила Дедкова. Ее муж Константин был удостоен звания кавалера ордена «Лучший молодой гражданин России». Начинающий педагог из Красного Юлия Некрасова вошла в Золотой фонд студентов САФУ. Более 80 юных окружных талантов за время существования президентской премии становились ее лауреатами. В общем, молодежному центру есть чем гордиться. Работы каждый день много, поэтому праздник с размахом отмечать не стали. Ведь главный подарок, как считают специалисты, это успехи тех, кто когда-то пришел в стены общего молодежного дома.